Технологии на высоте, в самом прямом смысле. 4000 метров над уровнем моря. В городе Эль-Альта, Боливия, запустили Центр ядерных исследований. Его создает Росатом. Первые два объекта введены в опытную эксплуатацию. Проект финансирует боливийская страна, чтобы продвинуть свою медицину и сельское хозяйство. Экспорт пойдет в том числе в Россию. Примеров строительства крупных комплексных объектов, неэнергетических, с использованием атомных технологий, практически нет, потому что их в мире строится не так много. И тот объект, который мы сегодня здесь построим, который мы вскоре сможем продемонстрировать всему миру, он демонстрирует лидерство Росатома и в этой области, и дает хороший нам потенциал для его тиражирования в других странах, как Латинской Америки, так и всего мира. На этом самом высокогорном ядерном объекте в мире есть радиофармакологический комплекс. с циклотроном, ускорителем частиц. Сегодня мы осуществили осмотр с целью дальнейшего развития многоцелевого центра облучения и циклотронного комплекса. Следует сказать, что каждый из этих комплексов будет оказывать помощь в различных областях. В настоящее время мы уже считаем дни до начала функционирования циклотрона для производства радиофармацевтических препаратов, применяемых для борьбы с онкологией. Можно производить более десятка изотопов для диагностики онкологических заболеваний, широко принятой в мире практикой. Это та линейка, которая уже сейчас используется очень широко и в нашей стране, и в мире. Это препараты для диагностики и лечения самых распространенных заболеваний. Для диагностики и лечения рака щитовидной железы, ракопредставительной железы, нейроэндокринных опухолей, заболеваний с вторичным метастатическим поражением печени и много других локализаций. В Боливии будут производить изотопы. Соединяя их с белковыми клетками, можно изготавливать радиофармпрепараты, которые врачи адресно доставляют к опухолевой клетке. Боливия сможет даже экспортировать РФП. Так сокращенно называют радиофармпрепараты. В страны Латинской Америки. Центр В.Л.Альта здесь называют объектом государственного значения. Мы начали этот проект еще в 2016 году. Именно тогда мы начали работу, договорились о двустороннем сотрудничестве с Россией, благодаря которому смогли начать строительные работы и разместить в одном месте несколько технологических комплексов. Использование ядерной энергии в мирных целях, в таких сферах, как медицина, сельское хозяйство, водные ресурсы, поможет плану государственного развития и удовлетворить технологические потребности различных отраслей. Мирный атом в сельском хозяйстве Боливии – это прежде всего обеззараживание фруктов, которых тут так много. Персики, мандарины, апельсины, ананасы и, конечно, бананы. Их обрабатывают с помощью ионизирующего облучения в промышленной гамма-установке многосолевого центра облучения. Это тоже часть высокогорного проекта «Росатом» в Боливии. Так уничтожаются микроорганизмы и насекомые вредители, из-за которых фрукты, а еще картофель, семена подсолнечника, какао-бобов портятся во время хранения и перевозки. Для продуктов и их потребителей дезинфекция радиационным способом абсолютно безопасна, дозу точно рассчитывают. В центре можно обрабатывать более 70 тонн продукции в сутки. Называется «Чистый экспорт». Позволяет гамма-обработка сохранить бананы в надлежащем виде при экспорте в далекие страны, в том числе в Россию, уничтожить вредные микроорганизмы, при этом не повредить вкусовые и питательные качества бананов. Кроме того, на этом конвейере можно стерилизовать медицинские так называемые «расходники». В России такая технология успешно работает. Ну, например, медицинские маски, например, одноразовые шприцы, например, какие-то одноразовые хирургические инструменты, иглы, целый ряд различных систем переливания крови и так далее. То есть это довольно широкий ассортимент продукции, который может быть стерилизован на этой гамма-установке. В Боливийском центре есть еще лабораторная гамма-установка. Это уже для науки. А еще, чтобы выводить стрессоустойчивые варианты, допустим, специй. Например, для выведения устойчивых к пониженному содержанию кислорода, что важно для высокогорья Боливии. Например, ряда сельскохозяйственных культур, модификация этих культур с целью повышения урожайности. Центр ядерных исследований и технологий в Боливии – это уникальный проект, подчеркивают Росатоми. Один из следующих его этапов – первый в этой стране исследовательский реактор. Строительство этого центра – это самый крупный текущий проект, который имеют российские компании в Боливии. Это проект, который формирует очень положительный имидж России здесь. И это проект, который, я уверен, создает твердую основу на долгие годы для хорошего, взаимовыгодного сотрудничества между российскими и боливийскими компаниями. Похоже, не только боливийскими. Другие партнеры Росатома в Латинской Америке уже хотят видеть у себя такие же центры ядерных исследований. Антон Подковенко, Ольга Львухина, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok